Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дидро. Как дочитывать книгу за один вечер? Исследования показывают, что 97% читателей откладывают раз начатую книгу. 30% людей теряют интерес к книге и больше никогда не возвращаются к ней. А 84% специалистов не успевают прочитать специализированные журналы. Вам знакома эта ситуация? Только представьте, как по мановению волшебной палочки ваш мозг включается на полную мощность. Вы слышите голос автора. Слова высвечиваются ярко и выпукло. В голове появляется легкий ветерок от осознания новых возможностей. Вы разбираете завалы книг. Учебники, инструкции, документация – все это оказывается в месте, где вы храните прочитанные книги. Вы быстро читаете. Вы в восторге от того, что дело, которое вы долго откладывали, оказалось легким и простым. Мечта это или реальность? Наверняка в вашем окружении есть люди, которые быстро читают. Таким людям достаточно одного вечера для того, чтобы прочитать книжку, на которую у вас уходит три дня. Многие из них закончили курсы скорочтения. Вот в чем секрет их успеха. Кто откажется от навыка, который может круто развернуть жизнь? Вы можете приблизиться к идеалу, если досмотрите видео до конца. Вас ожидает несколько приемов, которые здесь и сейчас позволяют увеличить скорость чтения. Традиционно считается, что для того, чтобы научиться быстро читать, следует выполнять ряд требований. Для того, чтобы выполнить эти пункты, следует выполнять нудные упражнения на расширение угла зрения, выстукивать особый ритм, который, судя по обсуждению на форумах, мало кому удается сделать. В обязательном порядке следует запоминать автора, выходные данные, тексты и много-много другой информации. Забудьте все это! Тормоз находится в голове и неверных установках. Невозможно быстро ездить, когда одна нога влипла в педаль газа, а другая в педаль тормоза. Помогает ли широкий угол зрения быстрому чтению? То, чему учат в школах скорочения, у вас уже есть. Вы уже обладаете достаточно широким углом зрения. Посмотрите, какое число было на экране. В зависимости от настроек монитора, ваш угол зрения уже сейчас равен четверти или половине экрана. Это достаточно широкий угол зрения для того, чтобы начать быстрее читать здесь и сейчас. А что делать, если я не успеваю понять? Ничего страшного. В моем курсе находятся простые компьютерные тренинги на расширение угла зрения. Мозг привык работать быстро. Он легко и просто разгадывает шарады, которые ему преподносит жизнь. Что здесь написано? Главное правильно запрограммировать сознание. Я приведу метафору. Если вы ищете потерянные ключи, то их следует искать вместе, где потеряли, а не там, где светло. То же самое и с книгами. Читать нужно для того, чтобы находить нужную информацию, а не от корки до корки. Мы читаем не словами, а смыслами. Это довольно спорное утверждение. Давайте разорвем текст на полоски и сдвинем их по вертикали. Как-то неудивительно, читать этот текст будет возможно. Вы даже не будете замечать, что текст смещен. Каким-то невообразимым образом мозг адаптируется к возникшей сложности. Так почему же мы так медленно читаем? Совет номер один. Прямо сейчас встаньте и присядьте. Сядьте за стол, выпрямитесь, расправьте плечи. Чувствуйте, как голова стала работать лучше. Глаза готовы, сознание напряжено, слух сконцентрирован на внутренней речи. Кстати, некоторые упражнения нужно обязательно выполнять. Чтение рецептов – это не то же самое, что почувствовать вкус блюда. Встаньте и присядьте. Совет номер два. Проведите разминку перед чтением. Перед вами картинка. Смотритесь в нее. Закройте глаза. Подумайте, что вы запомнили. Откройте глаза и попробуйте сравнить внутренний образ с внешним. А причем здесь скорочтение? Подумайте, как вы запоминали картинку. Последовательно фрагмент за фрагментом. Нет. Вы смотрелись к картинку, потом закрыли глаза, потом открыли и смотрелись еще. Точно так же и с чтением. Нет никакого смысла читать одинаково внимательно всю книгу. Обращать внимание нужно на избранные детали. Прочитал, подумал, может быть, перечитал. Этот метод позволяет существенно увеличить скорость чтения в 2-4 раза. А как находить нужные места? Если вы уже достаточно подготовленный читатель, то главные мысли выделяются шрифтом. Есть и другие секреты, которым прибегают авторы книг. Об этих секретах я рассказываю в курсе скорочтения. Вы узнаете потрясающую информацию о том, как включать подсознание на полную катушку. Совет номер 3. Читайте под метроном. Для начала настройте метроном на медленный темп. Дайте установку самому себе, концентрируя взгляд на начало строки, середину и на конец строки под каждый удар метронома. А как быть, если я не все понимаю? Уменьшите скорость метронома до уровня, когда текст воспринимается легко и просто. Поехали! Посепенно увеличивайте скорость метронома. Это очень простой метод позволяет в считанные минуты увеличить скорость чтения в 2-4 раза. Совет номер 4. Подумайте, все ли слова известны в тексте. Об этом мало кто задумывался. Но самым главным тормозом не то, что в скорочтении, а в чтении является слабый словарный запас. Выбирать книги нужно по зубам. Представьте, вы хотите разгрызть кокосовый орех. Да вы же зубы обломаете. Докажи. Хорошо, попробуйте прочитать вот этот текст. Что, не получается? Потому что вам ни одно слово не знакомо в тексте. Выбирайте правильные источники информации и правильных авторов. Читать нужно такие книги, слова в которых понятны. А как проверить, все ли слова известны? Перед чтением следует выборочно просмотреть текст. Просмотрите голосари. Подумайте, нет ли отторжения в подаче материала. Эти и другие секреты быстрого чтения находятся в курсе скорочтения. Заказывайте прямо сейчас. Каждый день медленного чтения все больше и больше отделяет вас от успешных людей.